Двух косаток и шесть белух выпускают из китовой тюрьмы в Приморье. Эта новость разошлась по федеральным каналам во время трансляции прямой линии с президентом России. Как заявили сотрудники Института рыбного хозяйства и океанографии, животных везут до Охотского моря. Правда, ни одного видеоматериала об этом долгожданном событии пока нет. Репортаж Александры Тепляковой. Журналисты и зоозащитники пересылают между собой номера фур, на которых, по утверждению ученых и коммерсантов, везут на Шантарские острова первых косаток. Больше года косаток и белух, пойманных в Охотском море, держат в бухте Средние в Приморье. Их хотели продать за границей, но сделки сорвались после вмешательства зоозащитных организаций. Все это время ученые-активисты добивались выпуска животных. Больной вопрос затронул на прямой линии с народом президент России. Буквально сразу после этого в Приморье объявили – первых косаток погрузили фуры. Однако снять этот процесс журналистам не дали. Мы заняли такие наблюдательные посты на близлежащих сопках. Сразу несколько съемочных групп следили за тем, как, собственно, транспортируют белух или косаток. Долгое время ничего не происходило, потом начали перегружать белух. Кстати говоря, чтобы мы не видели, кого точно перегружают, зачем-то натянули такой, знаете, достаточно серьезный тент. Но видно все равно было, то есть мы точно видели, что косаток перегружали из вот этих вот тюрьм, так называемых, в фуры. Но как нам показалось, что перегружали каких-то не взрослых косаток, а детенышей. Как пояснили журналистам, территория, где расположены вольеры частные, кроме того, животных нельзя тревожить. Судя по пройденному пути, двигались груженные фуры очень быстро. Уже за 20 часов они добрались до Хабаровска. Позади меня те самые фуры, на которых везут косаток и белух. Они проезжают мимо, остановиться отказались. Поэтому проверить наличие косаток нам не удалось. Сейчас в сопровождении сотрудников ГИБДД они доедут до баржи, откуда отправятся в Николаевск-на-Амуре. Сопровождающие утверждают, в фурах две косатки и шесть белух. Известно, что животным предстоит еще не одна пересадка. К Охотскому морю их доставят автомобилям и речным транспортом. Выпускать остальных узников китовой тюрьмы будут также небольшими группами в течение четырех месяцев. Сопровождают их сотрудники Научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии. Как разрабатывалась схема по транспортировке, по реадаптации, мы вообще ничего этого не знаем. Дай бог, чтобы все получилось хорошо. Мне очень жаль, что они не пригласили специалистов из команды Кустума. Во время прямой линии с президентом было объявлено, что правительство страны приняло закон о полном запрете вылова морских млекопитающих для культурно-просветительских целей. Квоты остаются для научных целей и для народов Крайнего Севера. Расследования уголовных дел в отношении владельцев животных в китовой тюрьме продолжаются. Сейчас в вольерах остаются восемь косаток и восемьдесят две белухи. Каждый из коммерсантов по суду выплатил уже штраф в размере от 28 до 60 миллионов рублей. Стоимость одной косатки на том же китайском рынке – от 100 миллионов долларов.